Сообщаем о текущей эпидемиологической обстановке. За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 130 новых случаев COVID-19, из них 8 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 898. Цифры тревожные. На Кубани работают 276 пунктов вакцинации, в том числе 72 выездных. На сегодняшний день всего в Краснодарский край поставлено более 787 тысяч доз вакцин. Все три российские вакцины присутствуют у нас в регионе. В ближайшее время ожидается поставка еще более 143 тысяч доз. В плане профилактики заболеваемости коронавирусом не нужно забывать и о соблюдении масочного режима. А вот как он выдерживается, мы выяснили в ходе рейда. Для того, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, нужно соблюдать несложные правила. В первую очередь это касается масочного режима. Для того, чтобы выяснить, как он соблюдается в Славянске-на-Кубани, был проведен совместный рейд с участием представителей полиции и Роспотребнадзора и сотрудников муниципальной телерадиокомпании. Сначала мы побывали на рынке привоз. Каждый день его посещают сотни славянцев и гостей города. У тех, кто обслуживает жителей, предлагая вещи или продукты питания, маски должны быть на лице все время. Между тем, зачастую их просто нет или же они надеты на подбородок. Сотрудник полиции не устает предупреждать предпринимателей, что режим повышенной готовности никто не отменял и что нужно выполнять его требования. Как правило, замечания выполняются, пока эти действия в поле нашего зрения. Затем мы побывали в славянских магазинах, торгующих продуктами, косметическими и хозяйственными товарами. У большинства, но не у всех продавцов на лице есть маски. А с покупателями все намного сложнее. Можно сказать, что о масках многие просто забыли. В лучшем случае они есть где-то в сумке, в худшем их вообще нет. Покупатели объясняют свое поведение тем, что маска мешает дышать в жару и еще тем, что они уже переболели коронавирусом или привились и поэтому маска не нужна. Хотя все же вполне можно заболеть повторно или стать источником заражения для окружающих. В маршрутных такси также маски у явного меньшинства пассажиров и даже все водители не считают нужным соблюдать масочный режим. Чувствуется расслабленность и нежелание обезопасить себя от инфекции. По-прежнему актуально соблюдение социальной дистанции и ношение масок, чтобы снизить темпы распространения заболевания. Население должно в первую очередь побеспокоиться о своем личном здоровье, не пренебрегать средствами личной защиты, соблюдать дистанцию в общественных местах. Также у нас существует сейчас еще один способ профилактики – это вакцинация. На данный момент в Красноармейском, Славянском и Калининском районе еженедельно поступает вакцина здравоохранения. Каждый человек может обратиться по месту проживания в поликлинику и получить вакцинацию. Да, все же самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, как показал мировой опыт, остается вакцинация, которая идет в Славянском районе. По мнению специалистов, о прекращении пандемии COVID-19 можно будет говорить, когда у 60% жителей появится коллективный иммунитет. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Треб inan Baghdad. Продолжение следует...